Обработка швов. Ходить только по клеточкам. Кто-то пишет, я всю жизнь готовился к этому моменту. Да, хоть где-то этот навык пригодится, который мы все в детстве оттачивали. Ходить только по клеточкам. Видите, не зря мы это делали. Купил себе модную куртку. Кто-то пишет, спасибо тебе от пацанов с района. Всегда можно будет знать, сколько с тебя можно срубить. Кто-то пишет, нахрена ему эти робоноги? Он и так везде проедет. В Финляндии продукты с истекающим сроком годности раздаются бесплатно. Кто-то пишет, ха, вот дурачки, можно же перебить дату и продавать по акции. Обычная ситуация в пятерочке. Кто-то пишет, Алёнушка и её братец Иванушка уже не те. Так, телефон зарядил, браслет зарядил, часы зарядил, сигарету зарядил, наушники зарядил, кроссовки зарядил, очки зарядил, зарядил ключи от машины, зарядил машину, можно ехать. Кто-то пишет, зарядку не зарядил. Ты и те три человека, которые лайкают твой каждый пост. Кто-то пишет, твои фейки. А ты где живёшь? За МКАДом. О, а где именно? Казахстане. Кто-то пишет, совсем рядышком, так сказать. Спойлер к Мстителям. Моана получит камень времени. Кто-то пишет, не пытайтесь меня обмануть, все же знают, что Моан из Шрека. Мои ногти кровоточат, просто глядя на это. Кто-то пишет, и дёсна тоже. Микроволновка, холодный суп, эту битву не выиграть. Когда щупаешь карман, но не чувствуешь там телефона. И падаешь замертво с инфарктом. Шутка. Друзья, всем привет. Меня зовут Макс, в этом ролике у нас с вами будут мемы. А ещё помимо Ютуба я пишу книжки в жанре фантастика. Продаюсь в магазине Читай Город, Книжный Лабиринт, Буквоед, Бук-24 и ещё куча разных розничных магазинов. Магазины, где продается моя книжка, можно будет узнать, пройдя по ссылке в описании. А если в вашем городе моя книжка не продаётся, то вы можете загадать её по интернету. В общем, если вы любите фантастику, ознакомьтесь с моим литературным творчеством. Телефон. Лагает. Я. Перезагружаю телефон. Телефон. Всё равно лагает. Я. Слышь, ты чё меня бесишь-то, а? Кто-то пишет, это не мем, а жиза. У меня перестала работать зарядка для телефона. Говорю мужу, мол, дорогой, сделай что-нибудь, ты же инженер. Знаете, что сделал Лёша? Он падал на зарядку, и она заработала. Может он маг, а не инженер. Ну, типа, про Фаева. Просьба не наступать, уважаете чужой труд. Ха-ха, смеётся. Эээ, гадкая собака. Неуважающая чужой труд. Люди смотрят парад со скамейки. Первый раз такое увидел. Умилила женщина в бахилах. У неё просто ботинки вонючие, она постеснялась разуваться. На самом деле, комары кусают вас не ради того, чтобы покушать, а для того, чтобы отнести кровь на анализ кукушки, чтобы она определила, сколько вы будете жить. Кто-то пишет, да, это же идеальный сюжет для РЕН-ТВ. Выгодный обмен. Уважаемые соседи-мужчины, если кто-то из вас может починить кран в квартире, где я сейчас живу, я могу зашить все ваши вещи. Если вам интересно такое сотрудничество, позвоните, пожалуйста, по номеру... Какому-то общему номеру. Анастасия. Если почините стол, то ещё изготовлю обед. Первое, второе и компот. Кто-то пишет, жена на час примет мужа на час для совместных взаимовыгодных отношений. Что бы мы без соцсети делали? Благодаря одноклассникам. Через фото я нашёл у соседа во дворе свой мангал. Вы когда-нибудь задумывались, как, чёрт возьми, видеооператоры снимают все эти сцены с животными? Я вот только что посмотрел эпичную битву за территорию между муравьями. Сколько времени оператору пришлось проторчать там, прежде чем он понял, что назревает война? Как он там очутился накануне войны? Не он ли спонсировал войну? Этот парень знает толк в моде. Какой шмот, по-твоему, будет самым топовым этим летом? Модельер Дмитрий Афонин. У тебя есть пять тысяч рублей. Твоей бывшей срочно необходимо тысяча рублей, а твоя девушка просит две тысячи рублей. Сколько у тебя останется? Правильный ответ. Пять тысяч рублей и непрочитанный СМС. Ничего не взрывает мой мозг, так как то, что я узнала, что кинотеатрам вообще плевать, если ты берёшь с собой свою еду. И в действительности против этого не существует абсолютно никакой политики. А я все эти годы проносил с собой сраные чипсы, как мексиканский нарковорон. Кто-то ещё пишет. Ничего не взрывает мой мозг, так как то, что какой-нибудь... Гондурас Этими чипсами шуршит на весь зал. Тебе грустно? У тебя депрессия? Не забывай, что завтра семь уроков. Кто-то пишет семь уроков и классный час. Нет, не забывайте, что скоро лето, каникулы три месяца. И да, ставьте лайк, если вы рады тому, что скоро лето и каникулы три месяца. Вот такой вот оригинальный способ клянчить лайки. Любишь летние каникулы? Ставь лайк. Макс Максимов, ютубер, писатель и гений попрошенничества. Комната фаната Майнкрафта. Это классный ковёр. Он никогда не будет затоптан, испачкан, потому что его все стороной обходят. Ну, типа, боятся обжечься. Было бы прикольно, если бы у него ещё кровать была бы такая же, как в Майнкрафте. Полезная информация? Ладно, парни, сегодня я вам всё расшифрую и объясню. Не пытайтесь это как-то понять, это просто нужно запомнить. Ок. Окей. Со смайликом. Без смайлика, ок. Окей, но, возможно, что-то немного не так. Ок с точкой. Всё хреново. И вам лучше что-то срочно предпринять. Ок. Плюс ваше имя. Полнейшая задница. Лучше бегите, куда глаза глядят. Кто-то, как ты справляешься со всеми проблемами? Я. Я сплю, и мне всё пофиг. Сегодня я узнал, что существуют люди, которые очищают наггетсы от панировки перед тем, как их съесть. Да ну нахрен, вы чё издеваетесь, и панировка же самая вкусная. А, кстати, я же недавно перестал есть наггетсы, когда я узнал, что там не используют настоящие вот эти вот грудки, куриные, там фарш. То есть вот в этом мясе, это как сурими, там всё подряд перемешивают, может быть даже с кожей. И из этого фарша делают наггетсы, а потом их уже обваливают в муке и жарят. И после этого, как я это узнал, я перестал их есть, мне стало неприятно. Я не хочу есть куриный фарш какой-то там. Раньше думал, что это грудки. Как же мы её понимаем? К маме приехал её бойфренд из Канады. Пошли знакомиться со мной и бабушкой. Болтаю с ним на английском. Рядом сидит бабушка, успешно притворяющаяся, что всё понимает, радостно киваясь, смеяясь с нами, хотя не зная ни слова. Уровень попыток социализации в этом мире бабушка. Это высший уровень. А вы знаете, почему окрошка так называется? Когда-то давно жили два существа, оливьешка и квасок. Были они друг с друга, но боги позавидовали этому и разлучили их. И теперь они встречаются только в летнюю жару. И когда квасок встречает оливьешку, то радостно вскрикивает, о, крошка! Что, кто это выдумал, господи? А я-то думаю, куда клумбы пропадают? Это и клумбы, и такие просто колёса, врытые в землю наполовину. Зачем, непонятно. Я, кстати, так до сих пор не понял, зачем их зарывают. У нас тоже иногда вот идёшь по дороге справа в землю, просто врытые наполовину шины. Что это такое? Ну, по ним, конечно, можно было попрыгать раньше. Может быть, для этого? В тот момент, когда повар жарит мясо, смотришь на это, и тебя полный рот слюны. Интересно, а у вегетарианцев тоже так, когда кто-то рядом газон косит? Вы знаете, я, конечно, не вегетарианец, но мне уже даже становится мой парень радуется, как в первый раз. Ты придёшь? Да. Ура! Кричит парень. Кто-то пишет, конечно, радуется. Если ты не придёшь, ему придётся вызывать тебе такси. А цена ты видела? Крупнейший автопроизводитель внедрил шрифт Брайля в свой автомобиль, чтобы слевые люди могли комфортно водить машины. Кто-то пишет, там перед машиной бежит конь-поводырь. Нет, он едет с палкой и стучит палкой перед машиной. Ну, типа, чтобы не врезаться. На скорости километров так 150 в час. Тррррр, палка фигарит. Вот такие носки из Белоруссии я купил своей девушке. Сметанка, драник. Кстати, это лучшее сочетание. Кстати, белорусы. Скоро моя книга появится в Белоруссии. Я уже даже поговорил об этом с руководителем какой-то сети белорусских книжных магазинов. Только не помню, как называется эта сеть. Ну, неважно, в общем. Я спустя час нахожу удобную позу для сна. Мочевой пузырь. Приветик, чё делаешь? Кто-то пишет, и ты думаешь, сходить сейчас или само как-то отпустит. Не, можно, конечно, и на самотёк всё пустить. Всё пустить на самотёк. Пустить всё на самотёк. 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 Моя девушка спросила, какое платье ей больше идёт. Скажите, ребят, лучше поглаженное или помятое? Кто-то пишет, ты не видишь, что это два абсолютно разных платья. Тупой пацан. Да, и ещё две абсолютно разные девушки. По-моему, одна похуде, другая чуть побольше. А тюрьмах в Норвегии? Даже вентилятор есть. Да в такой камере даже решётки на окнах не нужны. Так это решётки, чтобы бездомные эмигранты снаружи не лезли. Мэр Казани дал указание местным чиновникам и депутатам месяц обедать в школьных столовых на 69 рублей в день. Таким образом, он собрался лично проверить качество питания учеников, ведь на такую сумму накормить вкусно задача не из простых. Кто-то пишет, ну они же не выживут. Ничего, школьники их научат выживать. Я знаю, школьники это такие приспособленцы, они где угодно выживут, потому что у них нет выбора. Так и работаем. Режим работы с 8 утра до 65 лет. Кто-то пишет, было бы смешно, если бы не было так грустно. Ну да, согласен. С утра шёл мокрый снег, и теперь кажется, что эти автомобили нарисованы карандашом. Кто-то пишет, а из нашего окна тленность города видна. Кто-то пишет, а из нашего окошка только серости немножко. Действительно впечатляет. Микеланджело было всего 24 года, когда он создал Ватиканскую Пьету. Кто-то пишет, тот факт, что он сделал это, будучи черепахой, тоже впечатляет. Черепахой мутантом. На минуточку. Как же офигенно родиться в стране, где английский государственный язык. Можно не учить больше языки, а ездить в любую страну мира и возмущаться. Как это так вы не знаете английский? Рейдлерский захват. Кстати, мне кажется, что кролик размером с кота может дать бой коту. Ну потому что кролики тоже могут кусаться. Вот только у котов есть ещё когти, это конечно проблема будет. Пожалуй сюда. Салон красоты мяса. В Японии планируют выплачивать до 26 тысяч 500 долларов жителям Токио, которые переедут в другой город, чтобы справиться с перенаселением столицы. Куда пишет, можно я тоже куда-нибудь свалю из страны и мне за это заплатят? Только не ври, что не зевнул. Так, что-то потянуло зевать. Нет, надо срочно перелистывать, а то сейчас обзеваюсь. Такая же красивая. Блин, просто девушка с будуна, ничего страшного. Бывает. Если почувствуешь себя бесполезным, вспомни, что в Санкт-Петербурге существует расписание автобусов на солнечных батареях. Солнечных. В Санкт-Петербурге. Куда пишет, так облака разгонят на 550 миллионов рублей, вот и понадобится. Если бы название цветов в палетках теней давали парни, фиолетовый, странный синий, оранжевый мясной, крем от круассана, сгущенка, сгущенка другая, следующий, свиной, шоколадный, кожаный асфальт, как газон, светлое говно, говно, черный. Куда пишет, какой еще крем от круассана? Баба название писала. Куда пишет, во-во, цвет поджаренной колбасы. Да, вязанка какая-нибудь. Просто я покупаю колбасу вязанка теперь, она мне понравилась. В пятерочке, между прочим, беру. Велотренажер нормального человека. Это не велотренажер, это универсальное устройство для всего. И стол, и стул, и подставка, и шкаф, и вешалка, и велотренажер. Здравствуйте, на моей машине появились странные пушистые комочки, что делать? Аккуратно возьмите их к себе домой и любите, они вас выбрали. Куда пишет, что у котяры посередине очень пугающий взгляд? Учитель года. Кто согласен на три автомата? Супер, остальные получают пять. Надо брать. Продается один скептический хомяк. Он смотрит так скептически на тебя, как будто ты ничего не можешь правильно сделать. Это сводит меня с ума. Я не могу больше выносить этот осуждающий взгляд. Его зовут Олаф. Знаешь, такие светофоры, которые тпру-тпру-тпру для слепых делать умеют? Сейчас на Марьино стою, я на светофоре, жду зеленого, и тут тпру-тпру-тпру. Я чуть не пошел. Да что уж там, все чуть не пошли. А на деле маленькая птичка сидит на светофоре и тпру-тпру-тпру в ожидании того, как полуторный монстр раскатает по асфальту кого-либо слабовидящего или зеваку на худой конец. Время умирать, говорит ворона. В доме две квартиры, диванка, ресло и шесть стульев. Где бы присесть? Конечно же на кактусах. Куда пишет, вышел из зоны комфорта. Нет, просто у вас нету телевизора или монитора тонкого, чтобы он мог там лечь на нем. Или клавиатуры. Веселый. До матиши, после. Мне кажется, должно быть наоборот. До матиши ты грустный, а матиша закончилась, а ты веселый, потому что... Потому что она закончилась, это же логично. Кэнон. Эээ, а что это? Мыш-кулятор? Ничего себе. Прикиньте, если по нему еще можно позвонить. Я один вижу тут щекастого чувака в кепке. Это хомяк. Щекастый хомяк. Забанили. Тот момент, когда телефон упал за кровать, и ты всеми силами пытаешься затянуться пальцами, чтобы его достать. Первое. Отрисание. Второе. Гнев. Третье. Торг. Четвертое. Депрессия. Пятое. Фух, в лес все-таки последний пельмешек. Что ж, друзья мои дорогие, не забудьте ознакомиться с моим литературным творчеством, потому что помимо ютуба я еще пишу книги, уже 4 книги написал. Продаются они, мне кажется, уже во всех книжных магазинах. Ну, в России сейчас точно. Даже в маленьких книжных, которые там названия не имеют какого-то сетевого, типа Читай город. Ну, в Читай городе понятно, они почти во всех Читай городах есть. И в лабиринтах, и в буквоедах. В общем, ссылочки в описании. Там же можете найти ознакомительные фрагменты. Если вы живете не в России, вы можете посмотреть электронные книги на Литресе. В общем, я везде есть. Макс Максимов, книжка называется Апокалипсис в кубе, там три книжки в одной. Все жанр фантастика. Просто мы решили три книги в одну запихнуть, ибо они концептуально связаны между собой сюжетно. Четвертая книга называется На Марс, и она выйдет в июле. Все, ребята, дорогие мои, спасибо всем за просмотр. Чекайте ссылки в описании, читайте книги. Всем удачи, хорошего настроения, и пока-пока. До встречи в следующих роликах.